Дружина твоя, князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в студии Михаил Лицарев, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета, и это программа «Эх, времена». И сегодня мы взяли тему достаточно такую актуальную, как минимум актуальную, мы взяли тему Конституции. Но не о том мы будем с вами говорить, голосовать, не голосовать, мы будем с вами вспоминать этапы становления современной Конституции. И начать вообще хотелось бы с того, что Конституция России, эта штука очень спорная временами, правда, она временами была очень спорной, но элементы конституционной монархии были в России, присутствовали, да, так скажем, уже в начале 17 века. Власть царя Василия Шуйского была ограничена крестоцеловальной записью, и документы конституционного содержания появляются в России и в первой половине 18 века. В 1730 году Дмитрий Михайлович Голицын попытался ввести в Россию конституционную монархию. Как вы сами понимаете, это закончилось своеобразным провалом, это понятно, да? Но власть императрицы Анны Иоанновны была ограничена так называемыми кондициями. При этом полноценная конституция не была введена. Опираясь на нижние чины армии, агитированные за абсолютную монархию Прокоповичем, Анна надорвала кондиции и стала абсолютным монархом. Члены же при этом Верховного Тайного Совета, которому переходила полнота власти по кондициям, были почти все репрессированы. В 1773 году дипломат Никита Иванович Панин и литератор Денис Иванович Фанвизин попытались также осуществить переворот, возвести на престол царевича Павла Петровича, как раз его воспитателем и был Панин, и ввести в Россию конституцию. Екатерина II узнала о заговоре, но она не подвергла заговорщиков репрессиям. Панин был лишь удален от Павла, но при этом отблагодарствован императрицей. В начале своего царствования, если мы с вами уже идем дальше, мы с вами двигаемся, мы с вами вспоминаем этапы. И в начале своего царствования Александр I хотел ввести в Россию конституцию, но по итогу отказался от этой идеи. Как мы знаем, уже после заграничных походов, уже после появления первых обществ декабристов, политика Александра I переходит скорее на лад консервативный, нежели либеральный. И, что самое интересное, Александр I знал обо всем том, что делают декабристы. По воспоминаниям современников он говорил, чаю, что у них получится то, что не получилось у меня. И, конечно же, когда мы с вами начинаем говорить, вот Александр I, вот конституция, то мы не можем с вами не вспомнить самих декабристов. И здесь ситуация была несколько иной. Существовало несколько обществ, да, мы с вами знаем, что тайных обществ декабристов хватало, их было в абсолютном достатке. Но по итогу выделялось два общества. Это северное общество и южное общество. И если, допустим, на севере был Муравьев, то на юге был Пестель. Итак, мы как раз сейчас с вами начнем именно с юга, потому что конституция южного общества была гораздо и гораздо более радикальной, нежели конституция северного общества. Павел Иванович, Пестель создает конституцию под названием «Русская правда». И сама «Русская правда» состоит из введения, а также десяти глав, которые были разбиты на параграфы. Само введение, то есть вступительная часть авторского текста, дает понятие власти, гражданского общества, правительства, народа, взаимоотношений правительства и народа. В общем, фактически это, знаете, такое «let me introduce myself». И там разъяснялись не только необходимости и возможности страны при конституции, но также говорилось о том, для чего именно такая форма конституции. Глава первая посвящена границам государства, а также возможностям самоопределения больших и малых народов, описанию неразделимых унитарных и федеративных государств. Вторая же глава содержит анализ трех разрядов населения, проживающего в России. Первый разряд состоит из коренного народа русского, второй – из племен к России присоединенных, а вот третий – из иностранцев в России живущих. Кроме того, во второй главе автор рассуждает о законах. В третьей главе автор говорит о сословиях в российском государстве обретающихся и предлагает фактически отменить сословное деление. Четвертая глава посвящена рассуждениям о народе в отношении к приуготовляемому для него гражданскому или частному политическому и общественному состоянию. Это вот была цитата. В пятой главе автор подробно останавливается на гражданских в своих отношениях. Шестая, седьмая, восьмая и девятая главы уже посвящены правительству и, опять же, цитата, в отношении к устройству и образованию верховной власти, в отношении к устройству безопасности в государстве, а также в отношении к устройству благосостояния в государстве. И в последней, десятой главе содержался наказ для составления государственного уложения. В качестве заключения Павел Иванович Пестель предлагал выдержки из «Русской правды», которые содержали, цитата, «главнейшее определение и постановление». Вообще, «Русская правда», о которой, кстати, очень часто говорят, ну, не столько о «Русской правде», да, сколько о конституциях декабристов, сколько вообще в принципе о самих декабристов. Но вот «Русская правда» — это достаточно пространный документ, который содержал как рекомендации законотворца, так и теоретические обоснования данных рекомендаций. Как бы сейчас сказали, комментарии предлагаемых новелл. Но у нас вызывает интерес определение государства через гражданское общество, которое как раз и предлагал Пестель. Гражданские общества, будучи устроены и в порядок приведены, получают название государств. Под термином «гражданское общество», как можно судить из «Русской правды», Пестель понимает объединение равноправных людей. Каждое право, по мысли Пестеля, должно было быть основано на предшествующей ему обязанности. И вот Пестель, допустим, выделял три категории прав и обязанностей российских граждан. Первое. Политические цитата «посредством коих определяются взаимные отношения народа с правительством и участие народом в управлении принимаемое». Второй тип. Гражданские цитата «посредством коих определяются взаимные отношения граждан между собою и способы, коими собственность приобретается, как то правила родства, бракосочетания, опекунства, всякого рода договора и так далее». И третье – это личные цитата «посредством коих определяются образ действий и существования граждан в тех случаях, когда они не находятся в непосредственном сношении ни с правительством, ни с другими гражданами, и когда дело идет об них одних, например, свободное вероисповедание, свободная промышленность, личная свобода и тому подобное». Конституция Пестеля вообще, и мы с вами должны понимать, что расхождение декабристов на северное и южное общество было вызвано в первую очередь с как раз идеологическими расхождениями. Это период как раз формирования какой-либо идеи, это как раз формирование тех вот моментов, которые мы имеем сейчас, имели в начале XX века, в конце XIX века. Это вот оно самое и есть. Декабристы стали пионерами политической мысли в России. Уже более демократичным выглядит, конечно же, проект Конституции Муравьева Никиты Михайловича. Она так и называется «Конституция». И здесь уже нужно отметить, если «Русская правда» — это произведение все-таки юридическо-философского характера, которое синтезировало современное представление автора, то проект Муравьева — это прежде всего инструкция по устройству государственного управления и организации правоотношений. Продекларировав в самом начале своей Конституции, что русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица, никакого семейства, а также то, что народ является источником верховной власти, Никита Михайлович Муравьев переходит непосредственно к роли отдельного человека в осуществлении власти и управления. И очень часто Муравьев употребляет термин «гражданство», он говорит, что у гражданства есть право участвовать в общественном управлении и прочее, прочее, прочее. А к гражданам он относит тех жителей Российской империи, которые имеют право участвовать в государственном управлении. Тут как бы все просто. Но должны были быть выполнены некоторые условия. Во-первых, быть не моложе 21 года. Второе — иметь известное и постоянное место жительства. Третье — обладать здравием ума. То есть, ну, фактически не быть психически больным, да, там, или умолишенным. Четвертое — обладать личной независимостью. Пятое — исправно платить налоги. И шестое — быть непорочным предлицом закона. Иностранец, который прожил в России не менее семи лет, имеет право просить у судебной власти предоставить ему российское гражданство. Но при этом он должен заранее отказаться клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился. Была цитата. Проект Муравьева предусматривал временную и вечную утрату гражданства. Гражданство могло теряться на время, если, допустим, суд объявлял о расслаблении ума. То есть, о том, что человек стал хуже думать, мыслить, рассуждать. Следующее — это нахождение под судом. Третье — судебным определением о временном лишении прав. Или же, допустим, следующее — объявленным банкротством, а также общественную недоимкою, нахождением в услужении при ком-либо. И последнее — неизвестностью места пребывания, занятий и средств к пропитанию. Гражданство терялось навсегда в следующих случаях. Первое — вступлением в подданство иностранного государства. Второе — принятием службы или должности в чужой земле без согласия своего правительства. Третье — приговором суда к бесчестному наказанию. И последнее — четвертое — если гражданин без согласия в Вече примет подарок, пенсию, знак отличия, титул или звание почетное или приносящее прибыль от иностранного правления, государя или народа. Мы с вами видим, что у Никиты Михайловича Муравьева при всей демократичности на самом деле есть вещи, которые по итогу и стали формировать термин в отношении, допустим, современности. Не знаю, предатель, шпион. То есть это было уже тогда. Было уже тогда, и понятно, что предательство как таковое или же продажность, коррупция, они были-то в действительности во все времена. Даже если вспоминать того же самого Петра Первого, может быть, вы читали роман «Пеплом» Алексея Иванова «Табол», много званых первый том и второй том малоизбранных, где он как раз рассказывает о Гагарине, который много воровал, о губернаторах прочих, которые много воровали, но Петр Первый понимал, что так вот заведено, и он закрывал на что-то глаза, но говорил «не наглейте». И, понимаете, Никита Муравьев, он тоже предлагал варианты, которые в действительности имели право быть, они были. И вот, например, интересный факт, ведь на тот момент Российская империя уже пережила Отечественную войну 1812 года. И, дорогие друзья, представьте себе, до начала Отечественной войны большинство дворян знало французский язык лучше, чем русский. Некоторые из дворян вообще, как бы так сказать, не кумекали по-русски. И тут война с Францией, с их фактически идеалом культурным, да, идеалом духовным для кого-то, даже идеалом. Каков был перелом? Каков был слом? И это мы с вами говорим о начале 19 века. Сейчас уже 21 век. Как бы это глобализация, это транснациональные какие-то формирования государства, глобальная экономика, прочее, 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 прочее. Культура проникает гораздо быстрее, и мы открыты для многих всяких разных культур. Но также, собственно, у Муравьева есть и административное деление. Вот смотрите, например, Муравьев по своей конституции делил Россию на 13 держав, две области, 569 уездов или поветов, которые состояли из властей. Главами же держав являлись по конституции державные правители. О главах областей ничего не было сказано, но, судя по всему, можно по аналогии называть их областными правителями. Сам Муравьев подробно рассуждал о должности ежегодно избираемого Тысяцкого, главы уезда. В выборах его принимали участие только граждане. И вот желающему занять эту должность необходимо было соответствовать требованиям 21 год, иметь безупречную репутацию, владеть недвижимым имуществом. То есть фактически это был правовой ценз, это был финансовый ценз. И, понимаете, мы с вами можем читать и дальше изучать, рассматривать, но нужно знать одну вещь. Первое вообще, самое первое общество декабристов, будущих декабристов, появляется в 2011 году. Они были юны, они были мальчиками, они были теми людьми, которые романтично все представляли. Они не думали о революции, они не думали о войне. Все было совершенно иначе. И их первое тайное общество носило такой характер, знаете, какого-то такого романтического чего-то. Дружеско-романтического, я бы даже так сказал. По их мысли необходимо было уйти на остров Сахалин, там создать вольную республику, а местных туземцев обучить всяким премудростям, премудростям строительства, экономики, прочего-прочего-прочего. Каждый вот из этих вот всех друзей становился министром и отвечал за свою сферу. Они заново начинали что-то строить с абсолютного нуля, обучая там при этом людей. И они здоровались и прощались, пожимая друг другу средний палец и шепча при этом на ухо «Чук!». Вот настолько все было романтично. Ну, понятно, война ввела свои коррективы, война повлияла на их умы, и это была проба пера. Это, конечно же, была проба пера. Но когда мы с вами рассуждаем об этом, мы с вами прекрасно знаем, чем закончилось восстание декабристов, да, мы с вами прекрасно знаем, чем закончилось восстание в Черниговском полку. Это все вещи известные. И в тот же самый момент это был первый кирпичик. Но основные государственные законы Российской империи, которые были впервые кодифицированы в 1832 году под руководством известнейшего Спиранского, и в результате опубликования манифеста Николая II об усовершенствовании государственного порядка, были значительно изменены и в редакции от 23 апреля 1906 года. Они фактически и стали первой конституцией России. Но если мы с вами возьмем, к примеру, исследования историков, специализирующихся на первой русской революции, в периоде вот этом начале 20 века, то поймем, что манифест от 17 октября 1905 года фактически никем не исполнялся. Там как раз было все, да, вот это вот, что можно и собираться в любых количествах, и исповедовать-то любую религию, и быть-то как бы добропорядочным, приличным и прочее, прочее, прочее. Но это никем не исполнялось. Что партия социалистов-революционеров, что партия РСДРП, ИБ, ИМ выступали против данного манифеста. Они говорили, что это фактически Филькина грамота. Что это мулька для успокоения общества. Но в действительности ничего не меняется и не будет изменено. Да, была введена Государственная Дума, но та же самая Государственная Дума по так называемой Третьей июньской монархии 1907 года, да, 3 июня 1907 года, когда состав Думы абсолютно полностью стал лояльным правительству, но тоже вызывает некоторые сомнения. Понимаете? И следующий как раз уже Конституцией официально становится документ от 10 июля 1918 года. На Пятом Всероссийском съезде Советов была принята первая Конституция Российской Федерации, РСФСР. Высшими органами власти и общего управления по основному закону являлись Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, то есть ВЦИК, да, а также Совнарком. И в полном объеме политические права предоставлялись всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских советах. Это как раз статья 10 Конституции РСФСР от 1918 года. То есть только представителям рабочего класса, в том числе трудовой интеллигенции и крестьянства. Право избирать и быть избранным наступало под достижение гражданином 18 лет. При этом для других категорий граждан существовали ограничения в правах. Так, согласно статье 65, избирательных прав лишались лица, использующие наемный труд в целях извлечения прибыли. Или же, к примеру, живущие на нетрудовые доходы. А также частные торговцы и посредники, представители духовенства, служащие жандармерии, полиции и охранного отделения. Конституция также закрепила многоступенчатую систему выборов в Советы. Правила, действовавшие еще при выборах в земство и Государственную Думу. Прямыми были выборы в сельские и городские советы, а делегаты всех последующих уровней избирались на соответствующих съездах советов на основе принципов представительства и делегирования. Уже последующие правки стали вноситься. Ну, для начала это 31 января 1924 года, где была принята первая конституция уже СССР. Основной документ государства состоял из двух разделов. Первый это Декларация об образовании СССР и второй Договор об образовании СССР. В Декларации закреплялась диктатура пролетариата, были сформулированы трудовые права рабочих и крестьян, а также классовые права трудящихся. Конституция СССР 1924 года закрепила объединение России, Украины, Белоруссии и Закавказья в одно союзное государство. Их территориальную целостность установила единую денежную и кредитную систему. Единое союзное гражданство и одновременно с этим гражданство каждой республики. Союзным республикам гарантировалось право свободного выхода из союза. И вот уже после принятия первой конституции СССР начался конституционный процесс в союзных республиках, в ходе которого в каждой из них была принята новая республиканская конституция. Мы прерываемся на рекламную паузу, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Скоро услышимся. Эх времена Итак, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами Михаил Ильицарев, доцент-кафедры истории и политических наук Виатского государственного университета. Программа «Эх времена». Мы продолжаем как раз разговор о конституции, о истории российской конституции. И закончили мы как раз на конституции по образованию СССР. Сейчас стоит отметить, что конституция менялась, конституция правилась, вносились поправки, добавлялись новые статьи. Следующее изменение уже конституции от 31 января 1924 года случилось 11 мая 1925 года. Постановлением 12-го Всероссийского съезда советов, когда была учреждена конституция РСФСР. Принятие новой конституции РСФСР было обусловлено вхождением в состав новообразованного государства, то есть СССР. Конституция РСФСР формально не копировала основной закон СССР 1924 года, но ее существенное содержание было полностью обусловлено образованием нового федеративного государства. В этой конституции нашли свое отражение вопрос общественного устройства, хотя она и не содержала отдельной главы об основах общественного строя, правового положения граждан, избирательного плана. И следующие уже правки относятся к 5 декабря 1936 года. На 8-м Всесоюзном чрезвычайном съезде советов принимается новая конституция СССР. В конституции был закоплен тезис о руководящей роли коммунистической партии. В документ также были включены нормы, определяющие экономические основы социализма. Конституция 1936 года включала по сравнению с Конституцией 1924 новые главы, как то об общественном устройстве, о местных органах государственной власти, о суде и прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, о избирательной системе и избирательных правах и прочее, прочее, прочее. Также новая конституция отменила все ограничения по избирательным правам, закрепленным в конституциях РСФСР от 1918 и 1924 годов. Избирательное право становится всеобщим, равным и прямым. В действительности, так называемая Сталинская конституция, хоть и являлась одной из самых демократичных конституций в мире, многие нормы, а в первую очередь политические права и свободы граждан, также право на материальное обеспечение в старости и на отдых для миллионов колхозников, осуществление правосудия только судами, не совсем реализовывалось на практике в условиях господствовавшего в стране политического режима. Следующие правки уже относятся к 21 января 1937 году. Это конституция РСФСР, которая была утверждена постановлением чрезвычайного 17-го Всероссийского съезда Советов. Опять же, фактически производилось дублирование, так как есть СССР, есть РСФСР. Это дублирование происходило и в Конституцию РСФСР. И вот тут, наверное, самый такой длительный отрезок, когда Конституция никаким образом не менялась, ничего не правилось. И следующая принятая Конституция относится к 7 октября 1977 году. Ее особенностью надо считать и отражение в ней категории полновластия народа, то есть абсолютного полновластия. Далее, опять же, происходит дублирование. Это новая Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года. В ней подчеркивалась преемственность по отношению к предшествующим Конституциям 18, 25 и 37 годов. И вот этот рубеж, да, рубеж для Конституции, это становится 1989-1992 год. После начала перестройки и развала СССР в Российскую Конституцию были внесены изменения, которые зафиксировали происходившие в стране социально-экономические и политические изменения. В 1991 году вводится пост президента РСФСР. В новой редакции статья 6 вместо руководящей роли коммунистической партии предусматривалась многопартийность и политический плюрализм. Уже на руинах СССР в Российскую Конституцию были внесены изменения, зафиксировавшие новый статус, то есть суверенное федеративное государство и новое наименование государства, то есть Российская Федерация или же просто-напросто Россия. В качестве незыблемых основ закреплялись федерализм, республиканская форма правления, разделение властей и все то, что как бы вот мы имеем сейчас. Ну и 12 декабря 1993 года впервые в истории Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием. Она вступила в силу со дня официального ее опубликования по результатам референдума, то есть 25 декабря 1993 года. У некоторых историков-правовидов считается за норму сравнивать в действительности Конституцию 1993 года с пробным вариантом Конституции Временного правительства, которая появилась в России после Февральской революции. Не знаю, насколько это верно, насколько это правильно, но, знаете, как говорится, что, собственно, дыма без огня не бывает, да, и если исследователи намекают на какие-либо вопросы, проблемы, то, конечно же, их нужно лучше изучать, и этим нужно больше заниматься. Но мне хотелось бы сказать вот о чем. Мне хотелось бы сказать о голосовании, в принципе, в мире, о том, что избирательная система многих государств мира позволяет наказывать граждан за игнорирование института выборов. И в этом списке со строгим достаточно законодательством есть государство с большими демократическими традициями. Нам ведь постоянно сейчас говорят, да, мы не демократичны, а вот они демократичны. Так вот, давайте поговорим о демократии и о выборах. И что же мы видим? За неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Пакистане и многих-многих других странах. В некоторых же странах вносится публичное порицание. В других дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав, а также тюремным сроком. Вот, например, в Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов. И при этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально уведомить избирком о своей неявке с указаниями ее причин. Если непроголосовавший избиратель отказывается уплатить штраф, то дело направляется в суд магистратов, где определением о признании виновности может быть наложен штраф в размере 50 австралийских долларов плюс оплата расходов. При неисполнении судебного определения об оплате штрафа лицо может быть наказано выполнением общественных работ, арестом имущества, либо помещено в тюрьму на 1-2 дня. В Аргентине, кроме штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов, предусмотрено такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет занимать государственные должности. В Бельгии, например, также обязательно избирательное право, то есть голосование в принципе обязательно, и существует оно с 1893 года. Первая неявка на выборы без уважительной причины карается штрафом в 50 евро, а в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до 125. После четвертого прогула гражданин лишается избирательных прав на 10 лет, а также возможности получить должность на госслужбе. В Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок для голосования. В Греции отсутствие избирателя в стране в момент выборов не является уважительной причиной для неучастия в голосовании. Помимо штрафов за неявку могут последовать и более серьезные санкции вплоть до ареста и тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года, а также лишение званий и должностей. В Египте сумма штрафа не превышает 1 доллар, однако не пришедшим на выборы также грозит тюремное заключение. В Люксембурге, например, штраф за первую неявку 80 долларов, за вторую 240. Более суровым наказанием является временное лишение избирательных прав по постановлению суда. И иногда вот такой лишенец не может быть принят на государственную и муниципальную службу. Например, учителем в школу, содержащуюся на средства местного бюджета. В Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 долларов, а в худшем – каторжной работы сроком до 5 лет. В Республике Сербия за неучастие в голосовании предусмотрено наказание в виде денежного штрафа. В Турции за неявку на выборы предусмотрен штраф в размере около 14 долларов, а злостные нарушители подвергаются уголовному преследованию. Практика наложения штрафов таких в размере от 25 до 70 евро существует также и в Австрии, Германии, Италии и на Кипре. К чему это все, дорогие друзья? Близится голосование. Ну, совсем вот прям близится. 1 июля, что тут, господи. Считайте, что завтра. И мне хочется сказать вам следующее. У нас никто никого не штрафует. У нас более чем демократично относится даже к тем, кто не голосует. Нам дают возможность голосовать прямо напрямую из дома. Ну, не хотите дома, пожалуйста, идите на участок. Ну, не хотите голосовать, да, пожалуйста, не голосуйте. Вам не будет штрафа, вам не будет каторжных работ. Вам ничего не будет. Мы с вами можем говорить все, что угодно. Демократическая система в действительности абсолютно везде одна. Абсолютно везде одна. Так, дорогие друзья, не нужно мешать людям делать их выбор. С вами был Михаил Лицарев. Программа «Эх, времена». До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания. Эх, времена.